На Северском трубном заводе работает много полевчан, которые обеспокоены проблемами города. В Полевском они живут и работают, поэтому хотят, чтобы Полевской с каждым годом становился лучше. Ежегодно профсоюзные лидеры градообразующего предприятия пишут в адрес главы администрации волнующие их вопросы. В прошлом году Константин Поспелов письменно ответил на все обращения. В этом году с заочной перешли на очную форму беседы. Глава города лично ответил на все вопросы. Их более 40. Нам есть о чем рассказать. Мы сегодня можем погордиться успехами в одних направлениях работы городских. Нам есть, честно говоря, за что и ответить. Есть недостатки в работе, поэтому сегодня, наверное, придется держать ответ и за эти моменты. Но в целом я настроен на конструктивный, содержательный разговор. Я обратил внимание, что 43 вопроса, но из них достаточно много вопросов повторяются. Они настолько актуальны, что просто, что называется, на злобу дня. А задают заводчане и правда актуальные вопросы. Спрашивают главу о мусорной реформе. Какая сумма за утилизацию отходов будет уже в новой квитанции? Появятся ли контейнерные площадки? Тема эта уже не раз обсуждалась. Тариф за утилизацию вырастет. Контейнерные площадки появятся, но не сразу. Много вопросов задают главе о пятом маршруте, который необходим жителям. Пятый маршрут убыточный. Это факт. Поскольку не созданы условия в Полевском городском округе для субсидирования убыточного вида деятельности, мы не так организовывали этот конкурс, то компенсировать я убытки перевозчику не могу. Но для этого мы выбрали путь лота, где есть доходный маршрут. Перевозчик сегодня отказался в рамках одного договора только от одного маршрута. И это вопрос уже морали и этики. А почему? Мы сегодня будем, видимо, выяснять отношения уже в правовом поле. Пятый маршрут продолжит существовать в городе. Еще одна актуальная проблема для жителей северной части города – это свинарник, вонь от которого существует много лет. Диалог с руководством свинокомплекса ведется. Ранее договорились о снижении поголовья скота. Но проблема по-прежнему остается, отмечает Константин Сергеевич. Проблему нужно решать в рамках правового поля. Нужно лишь еще немного потерпеть. Мы заранее дали вопросы, получим ответы. Эти вопросы жизненно интересны всем нашим заводчанам. Заводчане – это же жители нашего города. Поэтому нам очень важно, чтобы порядок, который сегодня на заводе есть, чтобы он также был и за воротами, и за проходой нашего регионного завода, чтобы в нашем городе был тоже порядок, чистота, уют. И все вопросы, которые есть, мы хотели бы сегодня получить из уст главы Плесково-Горского округа ответы. Общение профсоюзных лидеров с главой получилось конструктивным и достаточно откровенным. Стоит сказать о том, что вместе с вопросами работники Северского трудного завода приготовили и свое видение решения тех или иных проблем. Встреча получилась полезной как для главы, так и для профсоюза градообразующего предприятия. Игорь Соколов, Сергей Чижов. Новости. Твой день.